С беседой святителя Иоанна Златоустова, Евангелие, 3 глава, 31 стих. Приходящий свыше и есть свыше всех, а сущий от земли земной, и есть, говорит, как сущий от земли. Страшно словолюбие, страшно и исполнено многих зол. Это терния с трудом исторгаемая, зверь неукротимый, многоглавый, восстающий на тех самых, которые питают его. Как червь поедает дерева, в которое зарождается, ржа снедает железо, в котором появляется. И моль ткань, так и тщеславие губит душу, воспитавшую его в себе. Потому много нам нужно старания, чтобы истребить в себе эту страсть. Вот и здесь, сколько Иоанн не внушал ученикам своим, страдавшим этим недугом, однако едва укращает их после сказанных раньше слов. Он обращается к ним еще с другой речью. С какой уже? Приходящий нын свыше, говорит он, и есть выше всех. А сущий от земли, земной и есть, говорит, как сущий от земли. Так как вы, говорит он, всюду разносите мое свидетельство и говорите, что в нем вполне достоин веры, то надо вам знать, что грядущий с небес не может делать себя достойным веры через того, кто живет на земле. Что же значит и что показывает слова «есть выше всех»? Они показывают, что Христос ни в ком не нуждается, но сам в себе доволен, и что он выше всех без всякого сравнения. Не другое, что означают слова, говорит, как сущий от земли, как тот, что мои слова в сравнении с Христосами маловажны, скудны, ничтожны, таковы, каковы и свойственно быть словам, получившим земное происхождение. Но в нем открыты все сокровища премудрости и ведения. Посланник Колостина, 2 глава. А что Иоанн говорит здесь не об умственных, человеческих, но, очевидно, из его же слов, сущий от земли земной есть. Но ведь в Иоанне не все было от земли, а главнейшее было небесное. Он имел и душу, и общение духа не от земли. Как же Иоанн говорит о себе, что он от земли? Ничего иного это не означает, как тот, что я мал и ничего не стою, как приходящий от земли и на земле родившийся. А Христос пришел к нам свыше. Когда же всеми этими словами Иоанн укрепил страсть своих учеников, тогда уже с большим дерзовением вещает им и о Христе. Аминь. Слава Богу. Сегодня же богослужение напомнило мне один случай, расскажу. 37 лет назад. Я в Тюмени служил. Меня направляет город Междуреченск на севере области. Там как-то не на севере совсем, между двумя реками. Кондо и Аха. И вот поселение там, небольшое городишко. Там люди собирались, молились, ну и добились, чтобы им зарегистрировали общину. Вот это было 87-й год. Где-то так, 87-й год был. Вот. Ну и направляет меня, поезжает я с каким-то там, значит, организовываясь, чтобы это уже было. Первое приехало. Я с собой взял псаломщица. Хорошая была у меня, значит, псаломщица Наташа. Сейчас она в Коробейниково, в псаломщице. Ну и приехали бабушки в основном были. Ну там человека два-три так. Ну и вот поют они. Она с ними старается руководить, как надо, на первых. А они поют, как сегодняшняя честь считала. По весь голос. Чтобы. Она, я посмотрю, она на меня смотрит. Что делает-то, батюшка? Я не знаю, что делает-то. Пускай поют. Пускай поют. Ты так открывай. А тебе пускай поют. Но потом, когда это я спрашиваю их. Что ж вы так громко-то поёте-то, кричите прям. Батюшка, да мы хотим. А не, видать, там сухраин. Чтобы нас Господь услыхал. Благое намерение. И они сколько есть, во весь голос. Господи, возра, к тебе услышь. Так что те сегодня, как считают, мне это сразу пришло на память. Чтобы Господь услышал нас. Аминь. Вот так вот. На столе я привёз, значит, освященный пасхальный хлеб. Артус называется. Вот. Завтра вы разбирайте. Или сегодня кто, аккуратнее берите. Вкушается он на тощак. Как антидорка. Как просворил. Так и он. Никаких там других свойств нет в этих хлебах. Вот. А то говорят, это вот вместо причастия, где когда это нет. Вместо причастия нет ничего. Запомните. Это тело и кровь Господа Иисуса Христа. Что может быть вместо? Как будто вместо что бы. Нет ничего. Поэтому разбирайте. Берите их там пословище. Если завтра что-то разберут, останется, то всё, чтобы не оставалось, всё разберите. Ну всё, с миром Божиим. Завтра будут причастники у нас? Да? Будешь причастники? Завтра будут причастники. Спасибо.